Снова всем пламенный Харе Кришна и сегодня опять будет видео про аккумуляторы. Но хватит теорий, давайте перейдем к практике. Вот сегодня на практике и проверим, сможет ли штатный генератор автомобиля полностью зарядить аккумуляторную батарею или она останется недозаряженной. Исходные данные такие. Будет использоваться автомобиль с двигателем MEMS объемом 1.3. На этот автомобиль установлен абсолютно новый аккумулятор Fiam 60 Ач. Генератор штатный, температура на улице плюс 10 градусов, октябрь месяц. Аккумулятор вечером был подзаряжен до 100%. Прошла ночь и вот в 2 часа начинается наша поездка. Буду вести дочь на танцы и режим поездки такой. Первый раз завел автомобиль и выехал из гаража. Двигатель не глушу, закрываю гараж, сажу в дочь и едем мы с ней на танцы. Продолжительность поездки по километражу у нас 8 километров. Из них 6 километров по трассе, 2 километра по городу. Средняя скорость по трассе 80-90 километров в час, по городу до 50 километров в час. Со всеми остановками, светофорами, перекрестками у нас получается 15 минут по времени. Приехали в пункт назначения через 15 минут, автомобиль заглушен. Дочь ушла танцевать, через 2 часа она пришла. Автомобиль второй раз завели стартером. Едем назад, те же 15 минут, те же 8 километров. Приехали домой, заглушил автомобиль, открыл гараж. Третий раз завел автомобиль, загнал автомобиль в гараж и начинаем проводить измерения. Температура на улице плюс 10 градусов. И стартер при такой температуре потребляет 150 ампер. Один запуск длится приблизительно 2 секунды. У нас было 3 запуска, то есть мы крутили стартером 6 секунд. Путем несложных подсчетов, можно определить, сколько мы потратили емкости аккумулятора на эти 3 запуска. 6 секунд работы стартера умножаем на 150 ампер потребления тока, имеем 900 ампер секунд. 0,25 ампер часов. 0,25 ампер часов расходовали на эти 3 запуска. Если перевести в проценты, то это мы расходовали 1,4% всей емкости аккумуляторной батареи. При определении процентного соотношения очень многие делают ошибку, потому что они берут эти потребленные 0,25 ампер часов и приводят их в процентном соотношении к 60 ампер часов, то есть к номинальной емкости аккумуляторной батареи, что в корне неправильно. Потому что это номинальная емкость при 20-часовом разряде аккумуляторной батареи. А мы разряжаем стартером аккумуляторную батарею током 150 ампер, то есть нам надо пусковая емкость. А пусковая емкость аккумуляторной батареи номинальной емкостью 60 ампер часов составляет 15-18 ампер часов всего-навсего. Поэтому процентное соотношение нужно брать от пусковой емкости аккумуляторной батареи, то есть от 18 ампер часов приблизительно. И вот расходованные 0,25 Ач от полной емкости аккумуляторной батареи пусковой 18 Ач составляет 1,4%. Так что не путайтесь в цифрах. И также легко можно рассчитать потребление емкости аккумуляторной батареи на один запуск. Берем 2 секунды запуска, потребление тока 150 А. 2 секунды умножаем на 150 А потребление тока, имеем 300 Ас. Делим на 3600, 3600 это количество секунд в часе, имеем 0,083 Ач потребленного. 0,083 Ач в процентном соотношении к 18 Ач будут составлять 0,46%. То есть буквально на один запуск мы тратим половину процента всей емкости аккумуляторной батареи, пусковой емкости. Итак, по итогу имеем. За время поездки три раза мы пользовались стартером, имеем расход 0,25 Ач или это 1,4% от емкости всей аккумуляторной батареи. И вот теперь посмотрим, как эти 0,25 Ач зарядил наш генератор за время поездки. Общее время поездки было 15 минут, перерыв 2 часа и опять 15 минут. То есть общее время поездки 30 минут. Делаем замеры уже в гараже. Двигатель работает на холостых оборотах. Генератор отдает 30 А. Напряжение на клеммах аккумуляторной батареи 13,96. Аккумулятор на заряд берет 3 с копейками А. И как видно из параметров, за полчаса работы двигателя и зарядки аккумулятора штатным генератором, наш аккумулятор не зарядился. Двигатель проработал на холостых оборотах 5 минут и опять сделаем замеры. Генератор отдает 25 А, то есть ампераж немножко упал. Потребление тока аккумулятором на заряд 3 с копейками ампер. То есть как было, так и осталось. В сухом остатке имеем то, что аккумуляторная батарея полностью не заряжена после такой вот поездки. Напомню, в начале поездки аккумулятор был заряжен на 100%. Заглушил я двигатель и поставил аккумулятор на зарядное устройство. То есть буду заряжать его просто зарядным устройством. Через 5 минут заряда аккумуляторной батареи зарядным устройством. Напомню, аккумулятор имеет теплый электролит, потому что автомобиль только что приехал. Имеем такие параметры. Напряжение на клеммах аккумуляторной батареи 13,4 Вольта. Ток потребления 2,3 А. Я поставил на зарядном устройстве ампераж меньше, чем давал штатный генератор. И соответственно, согласно закону Ома, упало и напряжение. Еще прошло 18 минут заряда аккумуляторной батареи зарядным устройством при постоянном токе. На клеммах аккумулятора 14,36 Вольт. Аккумулятор потребляет 0,6 А зарядного тока. То есть практически аккумуляторная батарея уже заряжена. Еще прошла 1 минута. Имеем на клеммах аккумулятора напряжение 14,55 Вольт. Потребление тока аккумулятором при заряде 0,54 А. То есть аккумуляторная батарея уже практически подзаряжена. И она начинает резко сбрасывать ампераж. То есть амперы ушли вниз. Еще несколько минут и аккумуляторная батарея будет полностью подзаряжена. Ампераж упадет ниже, чем 0,3 А. Итого по итогу смело делаем такие выводы. При полностью заряженной аккумуляторной батареи, после того, как она 3 раза завела стартер и проехал автомобиль 2 раза по 8 километров, то есть 16 километров, на это ему понадобилось 2 раза по 15 минут, то есть 30 минут, аккумуляторная батарея штатным генератором полностью заряжена не было. Проведу я еще один замер. После того, как батарея была полностью заряжена, снята с зарядного устройства, я еще раз заведу автомобиль стартером. Один единственный раз. Как мы уже посчитали раньше, для того, чтобы запустить двигатель, нужно 2 секунды. За это время аккумулятор возьмет 0,083 Ач. Или это составляет 0,5% от всей емкости аккумуляторной батареи. Сразу после запуска снимем показания, имеем вот такую вот картину. Напряжение на клеммах аккумулятора близко 14 вольт. Потребление тока 0,92 А. Какие выводы можно сделать в конце? После такого режима поездки понадобилось 30 минут для того, чтобы полностью дозарядить аккумуляторную батарею. Потому что штатный генератор при штатном реле заряда с этим не справился. После одного запуска стартером понадобится около 10 минут для того, чтобы полностью подзарядить вашу аккумуляторную батарею. То есть, если после запуска стартера время вашей поездки на автомобиле меньше чем 10 минут, то штатный генератор вашу аккумуляторную батарею, конечно же, не зарядит. Очень много зависит от реле зарядки генератора. Чем выше напряжение, тем легче генератору зарядить вашу аккумуляторную батарею. У меня на холостом ходу реле зарядки выдает 14 вольт. Это мало. Надо, чтобы выдавало хотя бы 14 и 2, 14 и 1. Поэтому по скребу по сусекам, где-то у меня есть еще несколько реле, посмотрю, какое напряжение выдают они. И если найду реле, которое параметры выдает лучше, чем то реле, которое сейчас установлено в генераторе, то, соответственно, его поменяю. Вот такая вот печаль. Если время поездки меньше 10 минут после запуска, то ваша аккумуляторная батарея не дозаряжена. И это в теплое время. То есть при плюсовых температурах. А при отрицательных температурах, то есть в холод, картина будет еще более плачевная. Потому что аккумуляторная батарея при отрицательных температурах вообще заряду не берет. Потому что электролит загущенный и холодный. И в среднем для того, чтобы аккумуляторная батарея, которая находилась при минусовых температурах, начала брать нормальный заряд нужно около часа ее разогрева поэтому при отрицательных температурах надо уже не 10 минут а намного 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 больше так что если у вас короткие поездки и аккумуляторной батареи не успевает заряжаться то подзаряжайте ее время от времени на зарядном устройстве хотя бы раз в две недели следите за напряжение на клеммах аккумуляторной батареи и если она немножко подупала подзарядите свою аккумуляторную батарею но различайте подзаряд аккумуляторной батареи до 100 процентов и полный заряд аккумуляторной батареи до 100 процентов это немножко разные вещи подзаряд аккумуляторной батареи можно проводить хоть каждый день а вот полный заряд аккумуляторной батареи с кипением электролита каждый день проводить не надо достаточно проводить его раз три месяца ну это конечно если у вас нету сильных и глубоких разрядов вот такое вот было сегодня видео такие результаты моих наблюдений моих замеров пишите в комментариях то чего думает по этому поводу и следите за состоянием своих аккумуляторных батарей